Демография Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Докторант Института социально-экономических проблем Народонаселения РАН Экономист, кандидат экономических наук И Голубчиков Юрий Николаевич Ведущий научный сотрудник Географического факультета МГУ имени Ломоносова Николай Николаевич ООН недавно опубликовала прогноз И они прогнозируют Примерно через 30 лет Население России не превысит 133 миллиона То есть сократится к нынешним Уже весьма сокращенным 148 миллионам Еще на 15 миллионов Как вам этот прогноз? Вы готовы с ним поспорить или считаете, что к сожалению Все в этом направлении идет? Статистика, которая существует в Российской Федерации Подтверждает этот прогноз И говорит о следующем Вот прошлый 2017 год Принес нам уменьшение населения На 134 тысячи человек Родилось 1,69 миллиона А умерло 1,84 Естественно, вот реальная убыль Это 314 тысяч человек А в 2016 году посмотрим А в 2016 году было плюс 5,5 тысяч Вроде бы и немного, но все равно плюс А здесь минус 314 Если такими темпами пойдет То дальше прогноз он сбудется А такими темпами, к сожалению, вполне реально идти Почему? Потому что в детородный возраст Входят те самые женщины Которые родились в 1999 году Мало того, что демографическая яма Провальная в 1999 году Она сравнительно с 80-ми годами Вообще убийственна Ну вот пример приведу В 1986-1987 год В год рождалось 2,5 миллиона детей Взять через 10 лет В 1996 год уже рождалось 1,3 миллиона детей в год А в 1999 году 1,2 миллиона детей в год рождалось Это самый минимальный показатель Более того Сегодня, если посмотреть на женщину Женщина наша детородного возраста Это женщина в 26 лет Увеличилась на 5 лет Увеличился возраст женщины Которая рожает первого ребенка И тенденция А тенденция к увеличению дальше А теперь посмотрите Между первым и вторым ребенком Если раньше Вот в советское время И первое постсоветское время Было 3 года То есть между первым и вторым ребенком Как правило 3, ну максимум 4 года То сегодня уже В 5,6 лет То есть женщина рожает второго ребенка Уже после 30 лет Ну что самое неприятное После 30 лет Уже женщина начинает Да вообще женщина начинает думать О карьере больше Чем думает сегодняшний мужчина Мужчина, как правило Не заботится о материальном благосостоянии семьи В массе своей Становится инфантильными А женщина как раз начинает думать О карьере, о росте И о будущем своей семьи Вот если все слагаемые В одно сложить То получается, что тенденция К сожалению для России Очень неблагоприятная Алина Викторовна Ну а ваше ощущение Вот этот прогноз сбудется Он вообще сбывается Пока, к сожалению Опять же с 92-го года Картина безрадостная Знаете, ну и в экономике Особенно в экономике труда И в демографии Ну конечно надо начинать анализировать Куда более ранних времен Поэтому раз мы начали тему Про русских То напомню По данным переписи 1926 года Русских проживало 77,8 миллиона Уже в 1939-м 99,5 миллионов 39-й год А в 1959-м 114 миллионов русских Несмотря на войну Несмотря на войну К 89-му году Мы подошли Общее население страны 245 миллионов Противу 123-26 году То есть население За эти годы Увеличилось в два раза Напоминаю Обычно вот Некоторые популисты Из всяких высших школ Начинают про сталинские Репрессии И войну Были Ну конечно были репрессии Война Ну конечно 28 миллионов жизней Но При идеологии Все мы знаем Вот сегодняшняя Одна из глобальных проблем Дефицита Пенсионного фонда России Очень многочисленное Послевоенное поколение Потому что рожали Как идеология Не только семейная Но в первую очередь Государственная Вот Так вот если За эти С 26 по 89 год Население страны Удвоилось За это время Ну так для сравнения Население Соединенных Штатов Америки Тоже удвоилось У них перепись Была в 89 году И в 91 Со 123 До С 243 Но только У них больше трети Это иммиграция А мы Репрессии И войны А мы рожали Поэтому Вот эти законы Очень больших чисел Это десятки миллионов Я вот Николаю Николаевичу Ну абсолютно верю Спасибо большое За хорошее Оперирование цифрами Но сегодня Я реально боюсь Я может Крамолу скажу Но после того Когда официальный Росстат Передали под Миннек И где у нас Министры И замминистры Становятся все Младше и младше Впечатление Что эти чудные люди Ставят эксперимент На 148 миллионами Проба пера у них такая Поэтому вот сегодняшнюю статистику Я верю как в исключительно лукавую Конечно Демографическая елка Которая показывает По ЗАГСу Рождение И смертность Ее никуда не денешь Но когда идут публикации И маневрирование цифрами Я как-то поосторожней Я вот советскому государству верю 26-го года И 39-го Как показывает опыт Из всех Времен пропаганды И статистики Все-таки эти оказались Самые честные Юрий Васильевич Да-да Я извеюсь Поэтому я скорее к тому Что я-то позитивно смотрю Привет экспертам ООНа Как у них там В ООНе Так и из наших Как таковых Я считаю, что за счет Многих мер А еще только закончу Извините К 2010-му году 3% Спад Честно Чепуха полная Ничего страшного Интересная еще была дата Когда уже В постсоветской России Ну раз в 92-го года Задали вопрос Данные на 2002-й год Развалился Союз И статистика Та самая Сколько осталось В советских республиках Русских Никто не знает Известно Ну 50 миллионов Называется Я сейчас Я такой как раз Мониторинг веду Отлично Про географию Спросим специалиста Поэтому нет Я скорее такой Умеренный оптимист Но при сближении Двух направлений И конечно Без государственной политики Понятной Донесенной до каждого На великом Могучем русском языке На котором мы разговариваем Ничего не получится О государственной политике Мы еще поговорим Юрий Васильевич Но чтобы завершить эту тему Как вы видите линию Демографическую Вверх-вниз Если все будет как сегодня И даже если Пособие повысят Как-то так Ну не в сто раз А там в два раза И так далее То согласно Официальному прогнозу Росстата Нас будет не 133 А там еще Крым не учли В ООНовском прогнозе Она с учетом Крыма Будет 129 В 50-м году Это официальный прогноз Росстата До 50-го года И в 15-м году Он был опубликован Другое дело Что как бы это Прошло мимо А сейчас все кричат Про ООНовский прогноз И так далее Поэтому С точки зрения прогноза А это продолжение В будущее То что есть сегодня Вот механизмы какие Так сказать Пружины всей демографии И прочее Нас ждет вымирание И к концу столетия Нас будет половина Убираю вопрос Этнодемографического состава Будет половина населения Поэтому Иллюзии здесь строить Бессмысленно Коэффициент рождаемости Должен быть Чтобы нам выправляться Не просто 2,15 Для простого воспроизводства В стабильной ситуации Должен быть 2,4 ребенка В среднем На одну женщину Сейчас у нас 1,6 И это не факт Что не будет снижаться Я вообще думаю Что Ну вот То есть в этом смысле Все эти разговоры Там Вкусы Нравятся Не нравятся Есть жесткая статистика У нас Затухающие синусоиды Поэтому И 90-е годы При всем их геноцидальности И безусловно Людоедскость Даже обсуждать нечего Это абсолютный факт Но Это все равно яма Которая была бы И без Гайдара Только не такая сумасшедшая И так далее У нас То яма То бугор То яму То бугор Но каждый бугор ниже Яма глубже Вот мы С прошлого года Стали падать В очередную яму И к концу 20-х годов Она будет Так сказать На дне окажемся Очередном Потом Чуть-чуть пойдет С точки С этой базы Ямы Чуть-чуть будем Выползать Но уже не на тот уровень Поэтому Обсуждать здесь И что-то спорить Фантазировать Это математика Это жестокая математика Надо это понимать И если не хотим Исчезнуть из истории Вот как русские Как Россия То нужно предпринимать Абсолютно Чрезвычайные меры Вы сказали Что если будет Все точно так же А я подумал Не было бы хуже Юрий Николаевич Вот как раз Вы ведете Мониторинг Насколько я знаю Численности русских На постсоветском пространстве Вот по вашим данным С 89-го года Численность русских Уменьшилась Со 145 До 127 Миллионов человек То есть примерно 18 миллионов человек Так оно и есть И почему это произошло? Да Да Ну собственно говоря Тут математика Больше всего поражает Что вот именно Если Россию брать То за годы Правления Ельцина Численность населения Сократилась на 2 миллиона А общая численность Сократилась в России На 9 миллионов Русского только народа С остальными народами Именно российское пространство Более-менее все В порядке Численность Северокавказских народов Удвоилась За 20 лет Тувинцев С 59-го года Численность Возросла в 2 раза Вот Печальную судьбу С русскими Разделяют Некоторые Графинские народы В первую очередь Которые выше 400 тысяч Населения Если брать Это Мар-2 Марийцы Карелы Ну и Некоторые малочисленные Народы Севера Что касается Зарубежной Тут так Тут вот Когда говорим О вымирании русского На территории России Русского населения Тут на 9 миллионов Уменьшилась численность Это С учетом Присоединения Крыма Крым нам влил Еще 1 миллион 400 тысяч Значит общее сокращение численности Русских Должно составить Было бы 10,5 миллионов Нам же прибавил Крым 1,5 миллиона Практически По другим Я веду Из года в год Ну так скажем Раз несколько лет По крайней мере Публикую В своих книгах Численность населения Оценки И по переписи По всем республикам Бывшим Тоже 9 миллионов Это же тоже Россия Все-таки Большая Россия Это же 25 минут Осталось Да Тоже на 9 миллионов сократилось 9 миллионов Ну больше всего На Украине 3 миллиона Это перепись 2001 года На Украине У меня более новых данных нет И оценок даже нет Но Прошло уже 17 лет Значит еще там Мы Фактически больше чем На 18 миллионов Численность русских сократилась Таких сокращений Не знает мировая история В мирное время Я вот только хотел сказать Что это сопоставимо Со страшной войной Такие темпы Ну мы помним О жертвах Второй мировой войны Отечественной войны Сопоставимо Ведь там по разным оценкам 27 миллионов Из них русских Наверное 20 миллионов Можно прикинуть Там же и другие народы Гибли Понимаете В Отечественную войну Погибло 20 миллионов И вот за годы Реформ Тоже 20 миллионов Унесли Николай Николаевич Но Россия занимает Огромное пространство До сих пор Это самая большая По территории страна Одну седьмую часть суши Занимал Советский Союз Одну шестую Вот Просто банально Того количества населения И той демографической тенденции Достаточно Для того Чтобы эту территорию Осваивать Удерживать И ведь так На нас будут соседи Засматриваться Они уже засматриваются И не только соседи Но и те кто подальше Катастрофически Не хватает населения Для того Чтобы охранять Осваивать Нашу территорию И еще Обеспечивать Защиту ее Встреча Премьер-министра Индии С нашим президентом Где он передал От миллиардного населения Индии Более чем миллиардного Привет И поздравления С избранием И я подумал Как бы хорошо Если бы от миллиардного Населения России Был передан привет К кому бы то ни было Потому что Сегодня В условиях Дефицита ресурсов В мире Россия является Лакомым куском И этот кусок Будет манить всегда Потому что Природные ресурсы Будут иссякать Значит вопрос встает О том Кому достанется Этот кусок Расчет на то Что запад Нас поделит На мелкие государства И будет убивать По одиночке Но не хотелось бы Вот так вот Видеть историю России И здесь Без увеличения Населения Без совершенствования Техники В том числе и военной Нам не обойтись Ни в коем случае Ни в коем случае Алена Викторовна Вот президент Подписал новый пакет Майских указов Они предусматривают Развитие Нам обещают 10 лет новых побед Ну как говорится Дай-то бог Но при такой численности Населения Вообще развитие Возможно Вот я Как-то тут Слышал данные Что нужен Конгломерат Хотя бы 300 миллионов Населения Государства Чтобы оно было Более-менее Самодостаточным У нас сейчас Гораздо меньше Тенденции негативные Можем ли мы Развиваться Можем ли обеспечивать Те темпы Которые Вроде как Предлагаются Про 345 миллионов Говорил еще Дмитрий Иванович Меделеев На вот эти Наши большие Просторы Но тогда действительно Не было Несовременных Средств труда Не было такого Цивилизационного Развития Поэтому Можно попробовать Кстати Здесь интересно Совместить Такие места Межстыковые Специальности Попробовать им Задать задачку Как раз Исходя из наших Географических Размеров Разведанных Природных Ресурсов Вот я например Напомню что 28 триллионов Долларов Это разведанные Запасы Россия Для справки В США 8 триллионов Причем из этих 28 триллионов Разведанных Запасов Около 20 Кажется В Заполярье Вот Это что Не стратегическое Направление Более чем Так вот Вопрос Первый Сначала Количество Населения И ну Видимо Его не только Географическое Там тепло Холодно А скорее Вот как Социально-экономическое Развитие Того или иного Региона Выходит на первый План Раз Второе Ну как обычно Есть Когда поставлена Цель Оцифрованная Причем желательно Какому-то году Для ее достижения Ну тогда на цель А не просто поговорить Как двойные стандарты Все За человека Во имя человека Только ничего не делается Вот То значит Следующее Как при достижении Любой Оцифрованной цели К такому-то сроку Рассматриваются Факторы Способствующие Ее достижению И факторы Мешающие Ее достижению Вот что касается Повышения Рождаемости С 60-го года Ну такой расцвет Махрова и Хрущева До 90 Нет Даже до 2010-го Вы знаете Сколько мы уничтожили В результате абортов 145 миллионов 145 миллионов Вот на камеру скажу 145 миллионов Мы уничтожили За вот эти Вот С 60-го года Причем Это официальные аборты А так как Сегодня большой привет Организация здравоохранения Я конечно не специалист Таблеточку выпил Еще что-нибудь там понаделал Это не учтенные аборты Поэтому сегодня Это страшное дело И вот это Как один из факторов Мешающих Препятствующих Достижению цели Он не должен Выйти из поля популизма Ну куда Как более серьезную Такую территорию Дальше Наверное спросите Подальше По поводу развития Сельхоз Сельхоз Земель Сельхозного значения Ну это прям напрашивается С учетом Что у нас там За Уралом происходит Вот Это второй фактор Все-таки основной прирост В свое время был в деревнях Именно сейчас Конечно Здесь тоже У нас очень много примеров Нам не надо далеко Ходить за ними Столыпинские времена За десятилетия Столыпинских реформ Которые были начаты В 1906 году Что получилось 53% Получилась революция Вот Так вот Петр Аркадьевич В первую очередь Он проповедовал Правильную Государственную Идеологию Вот Что если Не пойдет Расселение Крестьян В том числе За Урал То там будут Китайцы Правильно Петр Аркадьевич Нас об этом Предупреждал Более 100 лет назад Ну надо же Как прогнозы сбываются Так вот Дальше Как происходила Сама реформа Вкратце Да За счет Государственных денег Более 3 миллионов Человек Абсолютно Добровольно Туда уехали Фантазии Что Столыпинские вагоны Ну да Их потом Столыпина обсуждать Не будем сейчас У нас есть мнение Об этом деятеле историческом Оно скажем так Не совпадает Поэтому к демографии Если можно К более современной Ну хорошо Ну итоги Итоги реформы Сельскохозяйственной В течение 10 лет Нас как страну Российскую империю Вывели на первое место Среди ведущих держав мира Не только по льну пшеницы Но и некоторым видам Видам животноводства Юрий Васильевич В вашем институте Зарабатывается концепция Так называемая Русского миллиарда Что это за концепция И вообще При каких условиях Она могла быть реализована Ну во-первых Я бы поддержал То что Николай Николаевич Сказал Потому что На самом деле Условием геополитического Выживания русских Является то Что мы должны Хотя бы через 100 лет Чувствовать себя уверенно Среди миллиардных цивилизаций Поэтому Абсолютно правильно Мы обязаны Поставить задачу Передавать Индии Китаю Англосаксам Которых уже сейчас 600 миллионов Если брать Как цивилизацию И так далее Передавать им Миллиардный привет Вот это Мне кажется Это стратегичное Это доктринальное Фундаментальное Направление И вопрос Жизни и смерти И вопрос На самом деле Когда говоришь Русский миллиард Сегодня 147 И так далее Примерно Миллионов Как это может быть Все страны мира Развитые Теряют население Во-первых Все это не так Потому что Америка Можно сколько угодно Говорить про ее Миграционную природу Это у ней Такой механизм Демографический Мэйфлаур приплыл В 1619 Америка Миграционная страна Как у нас сегодня Москва становится Миграционным городом Например Так Но Это не вопрос Что у них что-то Неправильное Это исключение Нет Америка растет И поэтому нам Рассказывать Про то что какие-то Развитые страны Они теряют население И так далее А там Очень много Черного населения Латиноса Но они так устроены Это Ну бессмысленно обсуждать Они растут Мы При распаде СССР Примерно были Там 200 Около 290 А сейчас Почти 330 Почти американцев То есть Будет через два года 330 Поэтому А у нас Соответственно С учетом всего Это уже значительное падение Минимум на 30 В целом Если брать постсоветское 30-40 миллионов Значит Поэтому В принципе Вопрос Сегодня Он стоит Очень Такой Простой Что Вообще Расти населению В России Практически невозможно Вот если брать Все факторы Так Невозможно Но тогда мы исчезнем Поэтому вопрос Ну знаете Как вот Где-нибудь В страшном 41 году В окружении Потому что Выйти из окружения Невозможно Но тебя либо добьют Здесь В этом котле Либо будут прорваться И прорвутся не все Но кто-то прорвется Я вспомнил как раз В этом контексте Александра Зиновьева Который говорил Что если мы не хотим Здесь жить Если мы устали жить То значит здесь будут жить За нас более успешные народы Безусловно И мы знаем огромное число Народов Цивилизаций Которые просто исчезли Во всемирной истории Их сейчас изучают Археологи Пишут диссертации Вот чтобы прорусских Не писали диссертации Лет через 70 Что вот такой был народ Ну вот немножко устал Немножко не понял Немножко Много неграмотных было В том числе Среди представителей Российской академии наук И так далее Вот соответственно Вот чтобы это не писали Нужно делать Нестандартные ходы Это ход первый Абсолютно правильно Передавать привет Миллиардам Среди миллиардных цивилизаций Второй момент Это делать ставку На многодетную семью Дорогие друзья Я хочу вас ознакомить С результатами голосования Которые мы провели На нашем сайте Вот такой вопрос задали Почему сокращается Население России Из-за непривлекательности Страны для мигрантов 0% Из-за развала Системы здравоохранения 5% Из-за нежелания Российских женщин Рождать детей 4% Из-за людоедской политики Правительства 91% Юрий Николаевич Ну может быть Если немножко смягчить Терминологию Суть-то остается Та же самая Я помню когда В конце 90-х годов В нашей думе Ставился вопрос На голосование Когда объявлялся Импичмент Ельцину В том числе Ему вменялось Создание геноцида В отношении Русскоязычного населения По факту Вот те цифры Которые вы привели Они примерно То же самое и есть Вот как бы Вы могли прокомментировать Результаты голосования Ну я вообще Так бы назвал Что Сокращается население России Из-за разрушения Семьи Семьи как ячейки Общества Разрушение семьи Влечет за собой Разрушение рода Народа Разрушение страны Да У нас Эти пустующие пространства Пустыми не окажутся Идет Это миграционное Замещение Русского народа Политика Это замещение Просто Налицо Ну и что На этом Огромном пространстве Появится Империя ислама Которая объединит Себя интегрирует И Малайзию На юго-востоке И Марокко На юго-западе Это будет Военная империя Опасная По существенности Ну Такой сценарий Из схемы Вернадского Вытекает Помните Когда гуны Распадаются На ряд государств Потом Татаро-Монголы Дет Вообще Скифы Были Наконец Возникает Российско-Советское Государство Оно Предрекал Георгий Владимирович Вернадский Что разрушится Несколько Взаимопротивоборствующих Возможно Образований А что будет На их месте А сейчас Он не знал Он не терялся Он не мог Предположить А сейчас Мы видим Мы видим Вырисовывается Такая Мачбочная империя И Конечно Тут надо Начинать Семьи Вот кстати Опять Ислам Нам дает Вызов Там Многодетная Многопоколенная Семья У нас У русских Мужчина Низведен На роль Меркантильного Какого-то Трусливого Существа Он уже не вызывает Восторга Ни у жены Ни у детей При разводе Все права Женщины Всюду У нас Пошли рядом Женщины пьют Но это кстати Не только России Свойственно Если взять Современную Западную Существу Понимаете Вымирание Русского народа Это часть Вымирания Белой расы Это нельзя В отрыве смотреть Идет Разрушение Христианских Устоев Атеизация Идет Это миграционное Замещение Вот пожалуйста Брак Принца Принца Мулатки Завтра Появится Принцесса Негритянская В Великобритании Это Процесс Который Страшный Процесс Белый рас Создала Все высшие Достижения Цивилизации Сейчас она Уходит С остальной Истории Уже Можно рассчитать День Когда крышка Гроба Закроется Над последним Русским Человеком Этот день Рассчитан Это приблизительно 2298 год С этими темпами Времени еще Многое может Извиниться Времени еще Можно Можешь это Подправить Но давайте Не забывать Что идет И не просто Вымирание А идет еще И замещение Это миграционное Очень опасное Ведь кому Останутся Вооруженные Наши силы Ядерные силы А вы знаете Если вернуться Опять же Последнему термину Я смотрю на наше правительство Внешне В общем-то Приятные люди В хороших галстуках Хороших костюмах А Ну Гайдара я не беру У него все было На лице написано А вот нынешние Они вообще понимают Какую политику Они проводят Они понимают К чему это ведет Или они вообще Не оперируют Статистикой Настоящей Реальной Да нет Оперируют Вы знаете Когда Или может быть Все равно Опять все правительства Мельчают Вы посмотрите Рузвельт Ченкайши Черчилль Сталин Это были люди мудрые В 66 лет Вот нашему президенту Сейчас 66 лет Как и мне Мы кровистники С ним 65 Сталин 65 лет В 45-м году Победитель Перед ним Вставали Сталин был Мудрый человек Эта мудрость Светилась В нем И Он был Ну Тут даже слова Нет сказать Сталин и все Как к нему Там не относиться И Он Был локомотивом Стороны Это был вождь Народу и нужен вождь Да Тут есть У меня Определ Неустойчивость Когда вождь И Снизу Сложный вертикаль Но Это вертикаль Если берется По профессионализму Как это представлено Не по личной преданности То Это устойчивая вертикаль И устойчивая власть И Я думаю Что конечно Это во всем мире Это не то что у нас Все Все правители Былого Они на порядок выше Идет измельчание Идет Идет Врождение И людей Наверное И властных структур Дорогие друзья Но есть примеры И обратного Я хочу вам сейчас Предложить Посмотреть Репортаж Корреспондента Канала Нашего Красной Линии Из Подмосковного Совхоза Имени Ленина О том Как там Решают Демографическую Проблему Там Есть на что Посмотреть Есть чему Поучиться Народное предприятие Совхоз Имени Ленина Каждый год Закрытое собрание Акционеров Принимает здесь Одно и то же Решение Все дивиденды Направляют на Развитие поселка И социальные Инфраструктуры О том Каких успехов Здесь достигли Теперь знает Вся страна Прекрасные замки Детских садов Радуют глаз На месте пустыря Раскинулся Уникальный парк Лукоморье Новая школа Лучшая в Европе По оценкам ЮНЕСКО Построена на деньги Совхоза На улицах Красота и ухоженность И много женщин С детьми Каждый год Здесь рождается Около полутора сотен Малышей Но так было Не всегда В совхозе Имени Ленина Действует система Мер поддержки Счастливого материнства Об этом Хорошо знает Мама трех детей Начальник отдела кадров Наталья Потапкина Я думаю Что детям Здесь нашим Комфортно живется Вот у меня Третий ребенок Дочка Она пойдет Через год В новую школу Таким я Удовольствием Это жду Чтобы пойти В новую школу Школу будущего То есть Вот Мы строим Ну как Совхоз Построил школу Для наших детей Вот это классно Это здорово Если сотрудница Совхоза Выходит на работу До достижения Ребенком Трех лет Его обязательно Возьмут в детский сад Место гарантирует Совхоз К тому же По сравнению С федеральными нормами Здесь значительно Расширили объем Выплат на ребенка После рождения ребенка При предоставлении Соответственных документов В отдел кадров Мы выплачиваем По пять тысяч рублей До достижения Ребенка Возраста трех лет В совхозе растет Число женщин Которые решаются Иметь много детей Одна из причин Предоставление жилья По сниженной цене В беспроцентную рассрочку У нас очень много Семей молодых специалистов Прошло по программе Молодая семья Все получили квартиры То есть на данный момент У нас нет ни одного сотрудника Который не имеет Своего жилья То есть все у нас Обеспечены жильем Рождается ребенок В семье Увеличивается жилплощадь Мне кажется Здесь для детей Просто все Абсолютно все Парки Причем в парках И для больших детей И для совсем малышей Как бы Есть чем заняться Веревочный городок Занятия Абсолютно бесплатные В Доме культуры есть Садик В который ребенок бежит С удовольствием А еще Артем и Максим Ходят в детское отделение Местной амбулатории Оно признано Лучшей детской поликлиникой Сельхозпоселений Подмосковья Ксения признается Что для нее Одно из главных Составляющих счастья Сейчас Чувство уверенности В завтрашнем дне Анастасия Лукашевич Красная линия Вот Николай Николаевич Я бы из всего просмотренного Выделил бы последнюю фразу Мне кажется Позитивная демография В цивилизованной стране Это очень просто Это уверенность В завтрашнем дне И чувство Что твои дети Нужны не только тебе Но и государству Вот есть такие примеры К сожалению Их не очень много Как совхоз имени Ленина Как бы вы могли Прокомментировать этот сюжет И вот советский опыт Он интересен тем Что страна была Абсолютно цивилизованная Абсолютно европейская Уж извините В большинстве своем белая И демография в ней была Очень позитивная Это остров Социального благополучия То что мы сейчас увидели Уникальный опыт Для России сегодня Совершенно не характерный А вот если советский опыт Взять даже самые сложные Трудные времена Послевоенные Обратите внимание Женщины-крестьянки Отправляясь на работу И возвращаясь с работы Пели Это не только пели В фильме Кубанские казаки Но они пели В реальности Почему так происходило Тяжелейшие времена Условия просто невозможные А настроение у людей Было хорошее Да Настроение было позитивно В том плане Что государство Их не оставит Не оставит их детей Что знает Что впереди Будет лучше Чем было вчера И что не будет войны И что будет мир Так вот Социальное самочувствие Это одно из условий При котором Демография Будет Повышаться Улучшаться И вот создать Условия Создать вот это Социальное благополучие Это задача Прежде всего Государства И правительства Поэтому Сегодня Если бы Обратило внимание Государство И руководство Нашей страны На опыт Грудинина Если бы Привлекло его К решению Хотя бы Вот этой задачи И воспользовалось Его опытом Но ведь нет же Смотрите Правительство сформировано А Грудинина там нет Мы собирались Мы хотели бы Чтобы он был Министром Был бы Взял бы направление Которое бы Человек делом доказал Что он может это сделать Так вот Если брать еще Народное население Да Пассионарность мы потеряли К сожалению Потеряли Потеряли В 1969 году Потеряли Когда американцы Высадились на Луну К сожалению Оттуда пошло Потихонечку Угасание нашей пассионарности Но Не растеряли Не до конца Не до конца Посмотрите Какой энтузиазм был В связи с Крымом Посмотрите Энтузиазм Какой Когда мы Показываем успехи Нашей страны От спорта Начиная И заканчивая Военными успехами То есть Дайте людям Возможность Сегодня порадоваться Успехом России И заставьте Поверить В будущее Нашей страны А чтобы поверили Надо как минимум Как минимум И главное условие Нашего успеха Это социальная справедливость Которая при существующем Строе Невозможна Алина Викторовна Ну вот Хотелось бы В продолжение Темы Развить ее И все-таки Ну не будем сейчас Говорить про персоналии Но не кажется ли вам Что советский опыт Опыт действительно Уверенности В завтрашнем дне Опыт создания Позитивной Социальной картины Позитивной Демографической ситуации Он совершенно Недостаточно Сейчас используется Вот семьи брошены Сами на себя Может быть Даже какие-то Ценности там Им предлагаются Но семья не поддерживается Вот так как это делается Например совхозе имени Ленина Если вернется Именно с социально-экономической стороны Фактически И с морально-психологической тоже И туда добавится вера В первую очередь Вера православная Ну и дальше Наши те мировые религии Многие конфессии Тогда мне кажется Что все станет на свои места А показанный ролик Очень хотелось бы действительно Отправить куда-нибудь там повыше Ну мало ли Губернаторские выборы впереди Они его посмотрели Похоже, что они тоже Его посмотрели Да Ну я его смотрю Этот ролик Исключительно С точки зрения экономики В основе все-таки Лежит труд Не будет труда Я уж не знаю Видя там клубники Или еще чего-то Я не специалист Как это устроено В совхозе имени Ленина Вот Ну не будет ничего И это деньги Они реально заработанные Не нарисованные Не попиленные Не спрятанные Ни откуда-то не пришедшие Они оттуда Поэтому как раз Опыт Павла Грудинина Я думаю Был бы крайне любопытен На каком-нибудь Из наших субъектов Федерации Потому что Опыт не единственный Вот На самом деле По улучшению Семейной политики Отлично есть Осталось Надеюсь Что остался В российских Железных дорогах Как раз Когда поставили задачу Рождение четвертого А то и пятого А то и шестого С профессией Железнодорожника У железнодорожников Очень сильные династии То дальше Опять же Во главу угла Стала экономика Работают Среднеактивные Члены семей Детки поступают В железнодорожные техникумы Двойная пенсия У пенсионеров Железнодорожников И вот когда Общая экономика Домохозяйства Вполне себе Достаточная Вот То Идет максимальное Стимулирование От работы дателей За рождение ребенка Даются субсидии Даются гранты Списываются Проценты по ипотеке По-моему За четвертого Квартира Дарится А давайте Вот сейчас Назовем вещи Своими именами Сейчас дети Это очень дорого Вот любой скажет Отец Дети кроме всего Просто очень дорого Первый, второй Третий Это уже не считают Они никогда не были Богатством Никто их никогда не считал А сейчас подсчитывают Конечно Когда дети были Кстати, очень правильно Божьи дар Точно Точно А теперь еще Путин подписал 3 июля 16 года Закон о ювенальной Полиции Юстиции Ну можно так сказать Теперь уже Ребенок Это враг Через 5 лет Вас Он вас посадит в тюрьму Вы извините Абсолютно правильно Совершенно Очень важная тема Передайте слово Юрию Николаевичу Потому что Очень правда важно Да, кстати Юрий Николаевич Как бы вы могли Эту тему Тоже уж раз начали Мне кажется Что вот эти Западные ценности Я не против Запада Во многих вопросах Надо перенимать Не лучше Но почему мы Перенимаем Как раз Например Опыт разрушения Семьи Вы знаете Тут Я бы начал С опыта Возрождение России Английского Но Китайцы У них только иероглифы У них смыслы У них это не звуки Это бультфильм Они смотрят В виде этих иероглифов Испаноязычные Латиноамериканцы Никого отношения С Испанией не относят Только русские Черновидцы До Уссурийска Един антропологический Психологический тип И он не просто так сложился Да И он не просто так сложился Мы Продолжатель Крупнейших империй Чингисхана Скифов Гунов Мы геополитический Наследник Империи Мы боимся Слова империя Слово империя Это ключевое Слово должно быть Страны нашей Главное И эта империя Досталась Путем Такого Неслыханного Завоевания В Америке Атрибут Ковбоя Атрибут Фронтира Это что-то Базовое Ни один учебник Американской истории Не обойдется Без описания Фронтира Ярко иллюстрированной Истории У нас землепроходят Задвинут Его нет Это что-то такое Непонятно Эти пространства Там не так просто Свалились Они завоеваны нами Завоеваны трудом Хотя почти Вот именно трудом Мы же никого не завоевали Да мы никого не уничтожили Но Нас уничтожали Отрядов землепроходцев Оставалось половина В среднем А то некоторые Полностью уничтожены были И Конечно не так все просто шло Тут были И противодействия И противостояния Особенно Щукчинь Нелегко достались Война Павлутского Вспомним Вот И Наконец Вот Юрий Васильевич Прекрасную программу Разработал Деревянного домостроения Которое поднимет нам Качество жизни В всей стране Но у нас уже сейчас Есть это Только в нашей стране Человек имеет квартиру И дачу А он имеет не только дачу Сейчас он имеет коттедж Имеет поместье У нас со всего мира Должны к нам ехать Если бы мы рассказали Всему миру Что мы имеем У нас дача В экологически чистой среде Он живет в Москве Но в экологически чистой среде Него дача И только у нас Человек на даче Выращивается Хозяйственную продукцию Не как предмет От бедности И от нечего есть А именно как предмет Престижного потребления Юрий Васильевич Мы сказали о том Что все к нам бы ехали Такое ощущение Что в 90-е годы И в начале 2000-х Была такая установка Что давайте принимать мигрантов Сейчас мы смотрим на Европу Что там происходит Сейчас Сейчас Ну мигранты тоже бывают разные Справедливости ради Сейчас такое ощущение Что все-таки От этой политики Катастрофической Безумной Стали отказываться А какие вы предлагаете методы Может быть действительно Тоже как Соединенные Штаты Начать интегрировать Хотя бы людей С постсоветского пространства Они же выросли В той же культурной среде Или это Чревато какими-то последствиями Нужно идти На постсоветское пространство И строить новую Большую страну А не Собирать Даже В самых хороших целях И так далее И вы правы В принципе Сейчас все-таки Вот эта безумная Так сказать Программа По сути То что я назвал Где-то в году 2005 Мигранты спасут Россию Она слава богу Немножко затухает И хотя В нашей государственной Официальной Миграционной политике Все равно Сказано Что миграция Очень хорошо Она нам решает Демографически И экономически Помогает Вопрос Это абсолютное Безумие И вообще Демографию Чтобы обсуждать Надо всегда Обсуждать Как воспроизводство Коренных народов На этой территории Потому что Вот у нас Отдельные Миграциологи Так Ученые Они просто пишут В официальных статьях В рановских журналах Что Например Ну сейчас Исчерпывается И Средняя Азия Даже исчерпывается Там тоже Процессы идут Такие Что в принципе Нам бы Вот в следующем Надо где-то Миллионов 20 Китайцев завести Это официально пишут То есть Ну на мой взгляд Просто безумность Этого просто очевидна По всем параметрам Не важно Я люблю Китай И китайскую культуру Но проблема же не в этом А проблема в том Что поставили крест На собственной демографии На собственном народе И так далее Это вот первый момент Поэтому вы абсолютно правы И вообще Если еще раз повторяю Миграция Это вообще другое Просто Тот кто говорит Рождаемость Смертность Миграция Это демография Да Вот надо сразу Прошу прощения Палкой бить по голове Потому что Рождаемость И смертность Это касается Конкретного субъекта Всемирной истории На данной территории Понимаете Народа И поэтому Как только сюда Лезут миграции То действительно Ну в принципе А что нам Из Центральной Африки Из Китая Привезем миллионы сто Вообще все проблемы решили И в Заполярье Пусть запросят Они приедут Сейчас и в Заполярье Поэтому вопрос Первый Это надо разделить В абсолютно право И второй вопрос Еще раз хочу Самое главное сказать Не буду сейчас Споры там по деталям Но еще раз повторяю Статистика Математика Она абсолютно неумолима Что-то тут Фантазировать И все Просто ну не серьезно Поэтому мы Вымираем Мы уже вымираем Мы в демографической Уже катастрофе Нас скоро Скоро не будет Мы исчезнем Все Давайте успокоимся Поэтому только Многодетная семья Чтобы мы просто Оставались в этой численности В сороковом году У нас половина семей Должно иметь Трое И более детей А Николай Николаевич У меня такое ощущение Что власти Как-то эту проблему Осознают Или по крайней мере Декларируют Но они не видят Никаких путей решения Кроме Вот сюда добавим денег Сюда добавим денег То есть Никакой Государственной политики Демографической Не видно Или может быть Я ее просто не вижу Вы видите? Ну как Я хочу поддержать Юрия Васильевича И привести цифру О том Что в прошлом году В страну ехало 200 тысяч мигрантов Основные поставщики Мигрантов У нас Это Джекистан Это Киргизия И Украина Вот они Поставляют Я сильно подозреваю Что из этих мигрантов Рожать практически Никто не может В основном Это мужчины Рабочие Ну рабочие Безусловно Рабочие силы Нет-нет-нет Имеется ввиду Натурализованная Это не трудовая Миграция Да Натурализованные Мигранты Которые приехали Но Воссоздать нацию При помощи Миграции Какой бы она Хорошей ни была Даже постсоветская Русскоязычная Все равно Это неправильный путь И то что говорит Юрий Васильевич Поддерживаю И вы говорите В том что Плани что Сегодня Не чувствуется Целостной Демографической Политики В нашей стране Такое ощущение Что правительство Хотело бы Откупиться От населения Дать небольшую Подачку И сказать Ну вот мы вам дали Обязаны Обязаны родить Обязаны И так далее На самом деле Все дело В труде Еще раз хочу сказать Действительно Все начинается С труда Дайте возможность Трудиться Дайте возможность Зарабатывать деньги И не только В Москве И Санкт-Петербурге Должно быть отношение К труду Я что хочу сказать Вот нынешняя Экономическая модель Она вообще совместима С успешной демографией Когда просто Деньги 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 Вот культа труда У нас нет Культа традиционных Ценностей Совершенно нет Нынешняя система Несовместима Когда Первое Тебя рассматривают Только как Объект эксплуатации Ты не можешь Являться поставщиком Рабочей Секретой По большому счету Вся семья Сегодня Является Источником Прибыли Для Придержащих Капитала И власть Дорогие друзья Я всем задам Последний вопрос Начиная С Юрия Николаевича Что нужно делать Чтобы Россия Не исчезла Что нужно делать Чтобы переломить Демографическую ситуацию Это прям в заключении Тезисно Два-три предложения Поддерживать Матерей Исчезающих Этносов Они должны быть Приоритетными У нас Не всем подряд Давать дотации И таджикам И мигрантов А выделять Исчезающие Этносы Вот когда Этнос перестанет У нас Исчезать С политической Карты мира Тогда мы Перестанем И датировать Я думаю Это первое Ну конечно Имиджево Продвигать Россию Как страну Высокого качества Лучшую страну Я говорил Не для того Чтобы мигрантов Привлекать А интеллектуальные силы Привлекать Может быть Лучших профессоров Мира Как кстати Во многом Делают американцы Алина Викторовна Ну да Собственно Вы правильно Сформулировали Скорее вопрос Вот как вы считаете Есть ли система Мы все вам ответили Системы нет А очень прям Нуждается Вот и мне кажется Вы должны быть Нам благодарны За эфир Потому что мы все Примерно говорили Об одном и том же Вот и то что Как цель Русский миллиард Только желательно Поставить Какому-то Какой-то дате Это правильно Абсолютно И дальше Меры достижения Этого миллиарда А про русских Для начала Из Ельцинской Конституции Убрать 282 Статью Где в России Россия Нельзя называть Арусским Вплоть до уголовного Преследования Есть такое Да Да Сделать официальной Доктриной Национальной идеи Это русский миллиард Примерно за 100 лет И соответственно Культ многодетной семьи Без каких-либо Исключений Особенно Стимулирование Четвертого ребенка И соответственно Четвертый ребенок Родился В обычной нормальной семье Семья должна попадать В коммунизм Да Выходит явно в плюс Николай Николаевич Очень коротко Сделать Главной задачей Всех политиков Нашей страны Сбережение Русского народа Еще раз скажу Вспомню Александра Зиновьева Если мы не хотим Здесь жить Будут здесь жить За нас Это нельзя допустить С вами была программа Точка зрения Я ведущий Дмитрий Аграновский До свидания Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова